Приветствую, уважаемые зрители, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенькую серию по игре Кэтс. Как вы помните, в прошлой части мы были на 10 этапе чемпионата, а также мы были в бронзовой лиге. Сегодня я уже на 11 этапе чемпионата, а также в серебряной лиге. Как я вам обещал в прошлой серии, то что я, ну там легко как-то перейду на серебряную лигу, но на самом деле это оказалось не так уж и легко, потому что там были чуваки с достаточно высоким рейтингом и мне очень сильно пришлось попотеть, я очень много игр сыграл и там еще был такой небольшой у меня казус, то что на моем этапе, на тот момент в 10-м, можно было набрать максимальное количество рейтинга, это 57 тысяч. И я больше этого числа не мог набрать, но мне повезло, я занял все равно 4 место в бронзовой лиге и из-за этого меня как бы перекинуло все равно на серебряную. Я на самом деле этому очень обрадовался, но на самом деле я все-таки думал, что меня могут мои соперники обогнать, но все же повезло. Сейчас у меня уже 59 тысяч 100 и на самом деле я не знаю, сколько на 11 этапе максимальное количество рейтинга, но в общем-то поиграем, посмотрим. Также я перешел на 11 этап чемпионата совсем недавно, буквально прошло полтора часа. Я перешел на 4 ранге, было тяжело, там реально чуваки были жесткие, под каждого пришлось подбирать отдельную тачку, потому что я в основном не очень сильно прокачиваю машину без роликов, но все-таки для того, чтобы перейти на следующий этап, мне немного пришлось прокачать одну циркулярку, которая легендарная и собственно я ее прокачал немножечко, потратил денег и только благодаря этому я смог занять 4 место в чемпионате на 10 этапе. Окей, сейчас у меня доступны детали военные 2 уровня, это на самом деле хорошо. В сегодняшней серии я не знаю, сможем ли мы перейти мгновенно на следующий этап, я изначально не обещаю, но тачку мы сейчас немножечко прокачаем. Вообще для начала сейчас мы откроем пару сундуков, сейчас у меня доступна такая фигнюшка, то что я могу просмотреть рекламу и открыть сундук, так что давайте сейчас мы откроем вот этот сундук, который я уже подготовил для этого ролика, посмотрим что-нибудь прикольное, потому что мне уже как бы нужны военные детали 2 уровня, и если они мне выпадут, наконец-таки я уже смогу более-менее тащить. Забыл рассказать вам про мой новый корпус, как вы видите, здесь у меня можно поставить сразу 3 оружки, но так как он 1 уровень, там всего лишь 10 энергии, и мне, по-моему, даже его пришлось немножечко прокачать, что ли, 9 на нем энергии изначально было. По-моему, я даже его прокачал один раз, чтобы поставить мои 2 циркулярки. Вот, ну на третью у меня как бы места не хватило, там очень много придется денег потратить и коробочек с энергией. Я решился на это как бы не тратиться. Ладно, собственно, сейчас я поставлю паузу, когда я просмотрю рекламу, мы посмотрим, что мне выпадет из сундука, и потом так далее, собственно. Итак, ребят, вот наш ящик уже готов к открытию, давайте мы его тоже откроем. Так, Bigfoot 5 уровня, металлический, потом циркулярка тоже металлическая, жало, ну и диск, ну у меня диск уже аж 2 уровня есть, военный, так что не особо классно. Окей, я снова ставлю видос на паузу, смотрю 4, да, рекламы, и мы открываем вот этот сундучок. Надеюсь, то, что мне хватит вот этих вот штуковин, потому что они у меня заканчиваются, ускорит 30 минут там и так далее. Посмотрим, надеюсь, хватит, и если что, продолжу видос, собственно, уже без этого сундучка. Итак, ребята, вот наш следующий сундук. Мне хватило все-таки просмотра рекламы для того, чтобы его открыть. Отлично, у нас валун, получается, 1 уровня военная ракетница, 2 уровня это офигительно, и ролик тоже 2 уровня. Отлично, но этот сундук меня больше радует, чем мои прошлые, так что все очень даже хорошо. Этот я сундук открывать, наверное, не буду, потому что, ну, все-таки мне кажется то, что на него у меня точно не хватит вот этих вот просмотров реклам, так что давайте мы пойдем немножечко подеремся с чувачками и посмотрим, сможем ли мы выбить какой-нибудь прикольненький сундучок. Ну, на самом деле, я знаю то, что всего здесь 3 вида сундуков. Это обычный, супер ящик и легендарный. Больше других я не видел. Отлично, мы тут еще и рейтинг немножечко поднимаем. Самое классное то, что мне выпала ракетница. Это очень хорошо, потому что она мне пригодится. Я хочу уже менять свою тактику боя, менять свою тачку. Мне уже надоел этот титан дурацкий. Я, на самом деле, его использую только из-за того, что, как бы, у меня циркулярка, которая прибавляет плюс 100% к жизнь. Именно для титанов. Так бы я не использовал. Мне не особо эта тачка нравится. Мне больше там валуны и, блин, не знаю, проныры, может быть, тоже. Но с ними просто есть пару прикольных фишек, которые можно будет тоже попробовать. А так, ну, блин, классика уже какой-то не торт на моем уровне. Потому что вначале она более-менее прикольная, но потом что-то она становится вообще какой-то неимбой. И не знаю, блин, что-то как-то ей не получается даже выигрывать. Потому что я ставил несколько раз, и что-то как-то она ни о чем. Вот, у чувака тоже прикольные циркулярки. Вместе урона дофига дают. Скорее всего, они первого уровня. Ну, я так думаю. Первого уровня военные. Ладно, сейчас мы еще сыграем один бой. А, нет, не один, три там надо для того, чтобы получить сундук. Не знаю, этого сможем выиграть или нет, но он такой достаточно мощный. Смогли, отлично. Так, и еще две победы. Потом уже будем прокачивать тачку. Не знаю, блин, какую взять, потому что у меня что-то вообще нет других нормальных легендарных оружек. Мне вообще не везет с оружкими легендарными. Это я вам точно скажу. Потому что у меня есть один катер. Я сейчас вам покажу. Это просто такой бестолковый легендарный катер. Это просто, ну, реально такой тупой корпус. Я не знаю, как мне так могло не повезти, чтобы с легендарного сундука выпал именно такой катер. Блин, у него просто там бред. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Это просто жесть, потому что так, наверное, не везет только мне. Потому что, ну, реально. Хоть мне там чуваки пишут, что у меня какой-то суперстар, там был все дела, но, блин, на самом деле, если судить по тому, что мне выпадает из сундучков, то это вообще не суперклассно. Такс, мы сейчас открываем, получается, наши корпуса и находим этот интересный катер. Потому что этот катер, этот катер, это вообще что-то. Он такой дурацкий, я не понимаю вообще, что с ним можно сделать. Так, а это что у нас? Нет, не тот. Вот он. Смотрите. Плюс то для жала. Вот я его ставлю, тут даже жала самая длинная не дотягивается до врага. То есть, ну, блин, для чего вообще этот такой тупой просто буст стоит на этом? Такая у него тупая способность на этом катере, что я вообще просто не понимаю, для чего она здесь. Этот катер только как на продажу или на то, чтобы, блин, его куда-нибудь поставить или что-нибудь влить. И вообще, ну, в общем-то, использовать его никак невозможно. То есть, можно туда ракету поставить, но плюса никакого не будет. Это полный отстой будет. Вот, я вообще не понимаю, для чего. Блин, до сих пор ни одной проныры у меня военной нет. Это вообще фиговенько. Ладно, давайте возьмем валун, я думаю. Какой у меня тут есть? У меня есть двумя? Блин, с двумя у меня нет. Хотя вот этот вот достаточно прикольный и мощный такой. Но у него энергии поменьше. Ну, ладно, давайте попробуем, пофигу. Посмотрим, может быть, у меня что-то тут из оружия есть для валуна прикольное. Пила у меня есть интересная. Вообще, можно, знаете, попробовать что? Хоть я и говорю то, что классика отстой, но мне выпала ракета. Можно попробовать классикой снизу подъезжать и как бы валить. Ну, блин, честно, не знаю, хорошая эта тактика будет или нет. Классики у меня нет ни одной легендарной. Легендарной. Посмотрим, что там по плюсикам есть, потому что они тоже очень много решают. Тут для жала. Жала у меня нет такого более-менее нормального. Так, здесь для диска. Ну, давайте тогда вот эту классику возьмем. Потом у меня есть там пару прикольных дисков. Это для катера. Ну, давайте ищем. Это диски, да? Вот диски. Я, получается, вот этот вот брать не буду. Я возьму другой, у меня там есть, но я возьму ролик второго уровня, потому что тоже очень прикольная штуковина такая. Так, это для скутера. Ой, это, точнее, для валуна. Скутер нам не нужен. Мне нужен именно диск. И у меня выпал ролик такой. Неслабый, второго уровня военный. Где он там? А как же тяжело здесь листать. У меня столько вещей. Вот его берем, маленький такой. И где же мой второго уровня диск? Ага, вот он. И тут нормально так хп прибавляется. Ну, по хп более-менее нормально. Берем ракетницу нашу новую. Она мне тут недавно выпала. Это у меня тоже, да, кажется, жало для титана. Да. Тоже для титана, блин. И вообще это все очень по-дурацкому. Потому что мне не везет. Тем, что теми корпусами, которыми я люблю играть, мне на них вообще вещички не выпадают. А только выпадает на то, что, ну, блин, я этим вообще особо не пользуюсь. Но приходится использовать, потому что выхода другого нет. Для того, чтобы переходить на новые этапы, как бы, только это можно сделать. Ладно, давайте быстренько листаем сейчас. Еще хотел бы с вами на одну тему поговорить. Интересно. Может быть, мне кто-нибудь в комментах объяснит, что это такое. Потому что я сколько думал, я так и не догнал. Почему так? И как это вообще эти люди так делают? Вот очень странно. Можно импульс сюда поставить, и у нас будут полностью военные детали. Давайте попробуем, чего мы стоим. Отправляемся. И что получится? Ну, этому чуваку что-то не очень как-то использовать против него импульс. Но все равно мы его победили. Отлично. Сейчас я вам покажу одну интересную фигню. Вот смотрите, я захожу в рейтинг и захожу в лучшие игроки. Кстати, я на 28559 месте. Офигеть. Смотрите, самые лучшие игроки. Вот это вот у нас, где у него написано 24, а у этого на втором месте, который 23, это их этапы. И меня больше всего интересует вот этот чувак, который на 15 месте. Заметьте, у него 1 804 545 рейтинга. Но когда я был на девятом этапе, там максимальное количество вот этого вот рейтинга вообще было... Честно, могу обмануть, конечно. Блин, не помню. Но либо... Блин, даже не помню, потому что я так легко перешел через девятый, что даже точно сказать не смогу. Давайте другого найдем чувака, к примеру. Ну, там реально таких много, и это как-то нечестно. Вот восьмой этап, блин, тоже точно не помню. Где же ты там видел? А, вот седьмой. На седьмом этапе максимальное 36 тысяч рейтинга. У этого чувака миллион триста две тысячи четыреста... Ой, 453, да. Я вот не понимаю, как это так. Может быть, вы мне в комменты напишите, как это так возможно. Но у него, видите, рядом с ником какая-то звездочка с седьмым уровнем. И я не понимаю, что это значит. Может быть, это из-за этого. Я где-то слышал, что какой-то престиж есть. И если именно это это, то, может быть, я в чем-то не прав. И, ну, блин, я не знаю, как это так они умудряются. Это просто реально странно. Я не знаю, как этот престиж набирать. Вот эти вот звездочки странные. Может быть, это нужно ставить ставки. Я, конечно, тоже ставлю. Вот тут вот, например, давайте посмотрим, кто выиграет. Здесь у нас Титан. И, ну, я ставлю на Титан. Потому что здесь он явно выиграет. У него две циркулярки. Хоть что, хоть он упадет, хоть что. У этого еще урона меньше, у Проныры. Так что ставлю сюда. И для ставки у меня всегда тут есть три такие прикольные вещички, которыми я вообще не проигрываю. То есть я уже сколько их ставил, и я ни разу еще не проиграл. Просто подряд только их ставлю. Вот эти три колеса. Это, по-моему, три диска или что это, я честно не помню. Ну, собственно, я только их ставлю, и вот у меня уже 30% на них плюс. Это вообще прикольно. Я их еще раз сейчас поставлю, и надеюсь, что именно эти чуваки выиграют. Я вот, ну, ребята, может быть, мне кто-нибудь все-таки в комментарии напишет. Потому что я видел одного чувака, я заходил на его канал, он у меня в комментах. Он сейчас находится на этапе, где уже получаются золотые детали. У него там уже по деньгам все супер-пупер классно, все дела. И, собственно, может быть, он знает, в чем тут прикол. Ну, просто я не понимаю, как чувак, у которого седьмой этап, может находиться так высоко в рейтинге. Потому что там максимальное количество реально, ну, намного меньше, чем у него. Смотрите, тут даже чувак на третьем этапе. Чувак на третьем этапе, а у него рейтинг миллион шестьсот девяносто четыре тысячи. Это вообще как-то, ну, это вообще нереально. Вот посмотрите, как вот этот чувак может иметь такой огромный рейтинг. Я вообще не понимаю. Хотя у него вот звездочка восьмого уровня, я не знаю, что это значит. Звание или что это. Понятия не имею, ребята. Кто знает, блин, в комменты хотя бы напишите. Я очень буду благодарен. Вот реально очень буду благодарен. Здесь, что я прокачаю? Я хотел ракеты прокачать, вот эти вот, очень давно. Потому что, ну, мне нравится сама по себе ракетница. И не знаю, наверное, все-таки я их так вот прокачаю. И мы отправляемся в бой. У меня урон, наверное, побольше сейчас будет на ракетнице. Посмотрим, справлюсь с этим чуваком или нет. Нифига. У него урона так много, так что мне фиг. И я не смог с ним нифига справиться. Идем дальше. Смотрим. Здесь у нас другой чувачок. Он уже меня подкидывает своим ковшом дурацким. И я тоже проигрываю. Угу. Тупо. Хм. Что будем делать? Можно вместо импульса что-нибудь другое поставить, я думаю. Давайте посмотрим. У меня еще есть нитро, которое мне поможет заезжать под... А, энергии недостаточно. Вот оно что. А тут сколько? Одна энергия. Блин, и ковшик даже не поставишь. Тут две энергии. Ну, давайте, без разницы, я в этот корпус, наверное, сейчас волью немножечко энергии. Пофиг. Потрачу немножечко денег. Я вообще не знаю, на что я их коплю. Ну, пофиг вообще. Так, выливаем. И потом мы ставим ковшик, да? Хочу поставить ковшик, который у меня военный. Минус 78 хп. Ну, ладно, это не важно. Попробуем. Сейчас что получится. Вот этот против нас первый чувак. Пока что хорошо. Хорошо, очень даже. Мы перекидываем вот эту вот классику, и мы выигрываем. Отлично, сейчас мы попробуем сыграть немножечко в чемпионате. Может быть, там тоже все хорошо так будет. Поехали. Это у нас первый наш враг. Так, тут у нас интересная ситуация. И что-то как-то кто из нас будет мощнее. Ой-ой-ой, мы двигаемся, но очень-очень медленно. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, блин, капельку не хватило. Вот все из-за этого дурацкого ковшика. Хотя вначале у нас даже очень сильно спас. Ладно, дальше, как вы видите, вообще что-то ни о чем. Дальше мы очень жестко проигрываем. Эх, этот бой мы тоже проиграли. Ладно, смотрим дальше. Этого я не выигрывал. А сейчас я его, кажется, даже смогу выиграть. Ага, все, повезло, но я смог. Так, идем дальше. Дальше какой-то другой чувачок. Ему я проиграю, потому что у него какой-то лазер стран. А, нет, хотя я смог выиграть. Отлично. Очень даже хорошо. Давайте посмотрим, сколько человек я вообще всего смогу выиграть. Этому я проигрываю. У него уж слишком жесткий урон. Так, этому я тоже проигрываю, потому что... Ну, блин. Этому тоже проигрываю. Это вообще дикие чуваки, которые так летают. Это вообще против них я не знаю, что делать. Так что тут даже у меня никакой тактики-то на них нет. Этого тоже, блин. Ну, милиписька хп осталась, но все равно нас убил. Этот тоже... Да ну их, они все какие-то жесткие. Ну, конечно, я понимаю все, как они прокачаны. У них у всех легендарные какие-нибудь корпуса. Вот кроме вот этого чувачка. Он уж за счет этого выигрывает, как его. Ну, за счет своей тактики, которая там... Которую практически все, блин, используют. Но все равно мы его выигрываем, заталкиваем туда. Так, этот у нас. Этот у нас мощнецкий. Мощнецкий. Сказать ничего не могу. Сейчас к нему подъедем. Он нам просто башню снесет одним своим ударом. Да? Ну да. Конец нам. Ну все. Четыре боя мы выиграли. Могу из этого сделать вывод то, что... Что-то как-то не очень. Потому что что-то тут вообще как-то нам не повезло. Наверное, мы все-таки поставим какой-нибудь другой корпус. Потому что, ну, это вообще... Дело никуда так не пойдет. Проныру поставлю сейчас пятого уровня. И мне кажется, она очень даже хорошо у нас зайдет. Потому что там дофига энергии. Надеюсь, то, что у меня есть проныра, на которую можно поставить сразу два оружия. Это будет вообще замечательно. Так. Ага. Проныры у меня только четвертого уровня с двумя оружиями. Ну, давайте попробуем. У меня там плюс еще есть колесо, которое к проныре прибавляет. Плюс 100 хп. Сейчас мы его тоже найдем. Где-то оно там у меня в начале, по-моему. Вот оно, да? Ага. Вот мы его ставим. Это скутер у нас. Впереди будет стоять. Потому что... Ну, я так решил. Пусть впереди стоит. И потом мы возьмем диск второго уровня, который у меня тут где-то был тоже в конце. Потому что я только что его снял. На самом деле, ребята, серия не особо крутая получается. Я не перешел на новые этапы. Но все же я все-таки как-то, ну, не знаю. Я просто хотел для вас записать серию. Потому что, ну, че. Пока что я не знаю, что делать. Ну, просто буду прокачиваться потихоньку. Пытаться что-то сделать. Ну, пока что реально. Ну, блин, просто не знаю. С врагами что делать. Мне нужно пока открывать только сундуки. Ну, по-другому. Потому что никак. Так, на меня нападают реально очень жесткие чуваки. Я не знаю против них, что мне сделать. И из-за этого мне приходится вот таким вот образом выкручиваться. Снимать ролики, где я уже прокачиваю тачки. Но пока что будут именно такие ролики. Но также не забывайте, ребята, про то, что я реально нуждаюсь в вашей помощи. В плане того, что, ну, мне нужно помочь с этой фигней. Вот с этим рейтингом. Потому что я очень частенько бывает такое. То, что я застреваю на рейтинге. Так как, ну, я нахожусь на маленьком этапе. И меня не пускают дальше по рейтингу. Вот, например, я был... В начале вам серии рассказывал то, что я был на 10 этапе. Там 57 тысяч рейтинга. Это максимальное. И я реально очень много игр сыграл. Я мог бы уже давно очень много рейтинга себе набрать. Но из-за того, что как бы там так сложилось. То, что у меня максимально. Я ничего не мог сделать. И вот я реально у вас прошу помощи, ребята. Если вы знаете, как вот эту вот фигню решить. То обязательно мне помогите. Вот реально в комментариях я вам всем пытаюсь отвечать. Хотя в последние ролики я что-то немножечко обленился. Ну, реально, извините меня за это. Но вот в этом ролике я обещаю точно всем отвечу в комменты. Так что можете писать. И все будет ок. Используем нашу проныру сейчас. Попробуем. Че да как. Че она из себя представляет. Ща посмотрим. Она тоже неплохая. Ковшик вообще не нужный. Нафиг я его вообще поставил. Он даже не достает до врагов. Так что мы вместо него поставим, скорее всего, нитро, я думаю. Почему бы и нет. Ох ты. Одного чувака мы выиграли. Это вообще очень даже хорошо. А куда стреляет наша ракета, я не понимаю. Че за ерунда. Вначале куда-то стрелял, не пойми. Вверх. Это вообще нормально, что ли? Это че тупо. Ракета куда-то вверх стреляет. Это не ок. А этот нас че-то вообще как дебилов. И этот нас тоже так же. Но это дикие ребята. Мне ничего про них нечего сказать. Потому что, ну, реально, с ними я не знаю, что делать. Слишком у них много урона. Эти циркулярки, они тебя перелетают. И ты как просто не знаешь, что тебя разносит. Ох ты. Вот этого мы выиграли. Хорошо, хорошо. Так, дальше у нас идет чувак, которого, ну, наверное, тоже выиграем. Ага, отлично. Но хочу отметить то, что впервые у меня на тачке так много урона. До этого у меня столько урона ни на одной тачке не было. Так, с этого мы тоже выиграем. Отлично. Ну, не знаю. Этот за нами едет. Так что, блин, мне может быть попа. И я до него не достаю. Фиговенько. Ну, ладно, пропускал. А, ну, не успел. Там уже закончилось. Че, поэтому? Этого поднять не можем. Проигрываем. Ну, блин, зря я этот ковшик поставил. Потому что он реально дурацкий. Ну, пять боев выиграли. Хотя бы лучше, чем классика, на самом деле. Мы и на шестое место перешли. Это тоже хорошо. Так, что я хочу поменять? Хочу поменять мой ковшик. Так, сюда можно поставить, по идее, импульс. Но, блин, он будет вообще не нужный. Так что давайте, наверное, нитр, что ли, воткнем. Хватит у меня. Отлично. У меня всего хватило. Так, здесь у нас для лазера плюсик. Здесь у нас 20% для пронеры. Ну, нет, не буду ставить. Потому что, ну, даже не достает до врагов. Такс, такс, такс. Ну, все. Вроде бы тачка у нас более-менее готова. Можно посмотреть, что она будет из себя представлять в бою. Последний раз смотрим, ребята. Если не получается, то уж я буду думать, выбивать новые детали. Так, а это че такое? Я только что начудил. Ух ты, а это было неплохо. Мы почти этого чувака выиграли. Это че, я новую тактику какую-то, что ли, открыл? О, щет. Да я какой-то просто мега умный чувак. Какую тактику я прикольную придумал. Классняцка, классняцка. Ну, тут я проиграл, думаю. Меня сейчас затолкает этот дебил. Ну, почти я его убил, если честно. Так, дальше смотрим. Этму проиграл. Моё нитро просто вообще... Оно очень жестко. Оно так далеко моего этого чувачка отправляет. Если у меня будет какая-нибудь циркулярка такая нормальная, то можно, кстати, будет попробовать все-таки играть так. Потому что, ну, это реально прикольно. Ну, блин, сейчас я как дебил перевернулся, и меня убил этот чувак. Ладно, все, выходим отсюда. В общем-то, я понял, ребята, то, что пока что у нас таких легендарных крутых вещей нет. И мне придется, как бы, ну, открывать сундуки. Я не знаю, сколько дней пока что не будет роликов. Потому что, ну, мне нужно открывать сундуки. И без новых вещей, без новых легендарных вещей я пока что не могу жестко играть на своем этапе. Прокачивать, но это нет смысла. Там у меня будет новый этап, потом новые детали. И то, что я прокачал до этого, блин, оно уже будет не так актуально. И зачем это нужно? Ну, конечно, можно на каждом этапе такой вывод сделать. И вот как я вообще копить деньги, прям с самого начала игры практически ничего не тратить. Ну, блин, не знаю. Все-таки я придерживаюсь такой политики в этой игре. Ну, как бы, выпадут мне детали какие-нибудь более-менее крутые. Тогда я уже запишу для вас ролик. И там уже буду с крутыми деталями. И посмотрим, что будем делать. Собственно, огромное вам, ребят, спасибо за просмотр. Также не забывайте подсказать мне вот про этих вот дебилотов, которые тут... Ну, не дебилотов, а уж просто чуваков, которые меня реально бесят. На третьем этапе тут на 21 месте в топе. Ну, это что такое? Ну, это вообще беспредел какой-то. Не пойми, что вообще это такое. Это вообще ужас. В общем-то, пишите про них тоже в комменты. Под этим роликом всем отвечу. Точно обещаю. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok